Эта зима, по данным синоптиков, стала самой суровой в Европе за последние 10 лет. Снежные бури обрушились даже на непривыкшие к холодам Испанию и Португалию. Впрочем, далеко не всех такие капризы погоды расстраивают. В Финляндии любители зимнего плавания, например, только рады. Им чем сильнее мороз, тем лучше. Жительницы Раваниеми перед работой ежедневно совершают пятиминутные заплывы в прорубях реки Кеми, если, конечно, погода позволяет. Оптимальная температура минус 10, минус 20 градусов по Цельсию. Но были зимы, когда окунались и при минус 50. Главное, чтобы ветра не было. Здесь, в Раваниеме, у нас есть клуб пловцов. Зимнее плавание, как естественный наркотик, оно провоцирует выплеск гормонов радости. После заплыва ощущаешь себя и полной энергии, и одновременно очень расслабленной. Маржи уверен, зимнее плавание улучшает циркуляцию крови, повышает настроение, облегчает боли от артрита и ревматизма, дает иммунитет к простудным заболеваниям. Оно омолаживает организм, замедляя старение. И еще, купание в проруби – духовный опыт. Маржи не позволяет слиться с природой. Впрочем, врачи относятся к экстремальному плаванию весьма скептически. Адаптация в организме не происходит мгновенно. Мгновенно это вызывает стрессорные всякие расстройства, которые могут вызвать и острое переохлаждение. И это, безусловно, может вызвать побочные негативные явления, включая смерть. Тем не менее, зимнее плавание стало национальным спортом во многих странах. Каждые два года в водах Балтики проводится чемпионат мира по моржеванию и закаливанию. Его участники соревнуются в заплывах на 25 метров и даже на марафонских дистанциях. Померятся силами со спортсменами из Скандинавии, Великобритании, США и России. Иногда приезжают представители таких стран, как Ливан и Австралия. Но в лидеры им выбиться не удается. Первые места традиционно занимают россияне и финны.